Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами поговорим о библейской загадке, которая оставила самый яркий след в истории искусства. И в средние века, и в новое время очень часто Моисея изображают с рогами на голове. Многие из вас знают знаменитую статую Микеланджело, которая хранится в Риме, в храме святого Петра в Аковах, где Моисей изображен могучим, как языческое божество, и на голове можно увидеть небольшие рожки. Итак, действительно, были ли у Моисея рога? Многие из вас, наверное, знают ответ на эту загадку. Многие считают, что причиной послужила ошибка. Блаженный Иероним, который совершил перевод Библии на латинский язык в конце IV века, этот перевод называется «вульгата», употребил слово «корнатус» – «Моисей спускается с горы Синай с рогами». Этому есть объяснение, потому что в древнееврейском языке письменно не обозначались гласные звуки. И поэтому два слова, одно из них «кэрон», что означает «рогатый», а если глагол, это означает «выросли рога», и слово «каран», что означает «великолепный» или «сияющий», состоит из тех же самых согласных звуков, и поэтому на письме они никак не различаются. И лишь только человек, который читает вслух или переводчик, должен подставить по смыслу нужные гласные для того, чтобы понять значение этого слова. Итак, блаженный Иероним выбрал слово «корнатус», то есть «рогатый». Здесь, конечно, очень важный нюанс. Иероним считал большой удачей переводчика, если латинское слово созвучно еврейскому слову. И здесь полное совпадение, те же самые согласные звуки, поэтому Иероним выбирает именно этот перевод. Но представить себе, что переводчик, который обладал феноменальной эрудицией, мог совершить такую простую и грубую ошибку, было бы слишком легкомысленно. Действительно, все древние греческие и арамейские переводы делают другой выбор. Они переводят это слово именно как «сияющий». Но есть один древний перевод, который выполнен Акилой, это обращенным иудеем, выполнившим перевод на греческий язык, и он выбирает точно так же иеронимом слово «рок». Итак, проблема в том, что в нашем языке слово «рок» имеет совершенно другие значения. Первое, что приходит на ум, когда муж обманут своей женой, то говорят, он «рогоносец». Также рога употребляются, когда мы хотим гротескно подчеркнуть какое-то звериное, «животное начало» в ком-то или «бесовское начало». Поэтому рога в нашем языке имеют достаточно отрицательную коннотацию. Но и Моисей, и его современники представляли себе мир совершенно иначе. В древности очень часто изображали богов и царей, людей, которые обладают властью или величием, именно с рогами, потому что рога – это был символ власти, символ силы, и не более того. Наверное, вы обращали внимание, в православном богослужении есть такие слова «возвыси рог христиан православных». Но мы ведь с вами не носим никаких рогов. Именно потому что это слово означает силу. Увеличь, умножь силу веры. Сделай нас победителями и сильными. Для того, чтобы понять происхождение и логику Иеронима, нужно увидеть весь контекст. Мы знаем, что это происходит в 34 главе, и этому предшествует эпизод «Золотым тельцом». Тоже нужно понимать, что правильнее говорить не «телец», а «теленок», «золотой теленок». Прекрасно понимаем, что здесь есть какая-то ирония. Господь обещал народу Израиля, что в тот момент, когда он заключит завет, этот народ станет народом священников. То есть ему не нужно будет духовенства, какая-то особая каста, потому что каждый сын этого народа будет выполнять священческие функции. И действительно, в какой-то момент юноши Израиля приносят жертву всесожжения, выполняют священческие функции. И дальше происходит некий соблазн. Дело в том, что человеку очень трудно принимать Бога невидимого, непостижимого, Бога совершенно трансцендентного, Бога неизобразимого, и более того, Бога, который запрещает себя изображать. И поэтому в тот момент, когда Моисей поднимается на гору Синай, а Аарон по настоянию народа изготавляет вот этого золотого теленка из золота, отливает образ Бога, каким его себе представляли люди. Это не означает, что поклонялись животным. Нет, это означает, что использовали язык силы и божественного достоинства, изготовив вот такое изображение невидимого и непостижимого Бога. Не нужно думать, что народ в этот момент поклонялся золоту или каким-то стихиям земли. Но в тот момент, когда Моисей спускается, он видит, что заповедь нарушена, он в гневе, и он разбивает этого тельца. И для того, чтобы возобновить завет, ему опять нужно подняться на гору Синай, и там происходит странное чудо. По мере того, как он разговаривает с Богом, его лицо становится сияющим, и когда он спускается с горы Синай, то весь народ видит, что он не такой, каким был раньше. Произошло какое-то преображение Моисея. И слово «рок» в данном случае является удачным обозначением того, что с Моисеем произошла какая-то странная метаморфоза, перемена. Как будто Бог ему передал часть своей силы. И действительно, это удивительный образ того, что однажды посредником между людьми и Богом станет сам Бог, который станет человеком для того, чтобы человек стал Богом. «Господь хочет поделиться своей славой с человеком». Вот в чем этот образ Моисея, лучшего представителя своего народа, который вдруг удостаивается такого непонятного великолепия, которое непонятно, как переводить. Многие переводы говорят о том, что Моисей спустился, и лицо его сияло, кожа лица его сияла. Там, где блаженный Иероним, говорит, он вернулся рогатым. Но фактически обозначается и то, и другое. От того, что это однокоренные, по сути дела, слова, то нужно понимать, что библейский язык содержит в себе иногда взаимоисключающие вещи и несовместимые вещи для того, чтобы мы поняли, насколько сложна и удивительна эта реальность. И, может быть, самый удачный выход нашел Марк Шагал. Если вы посещали его музей в Ницце, то вы могли видеть знаменитое изображение Моисея, где он увенчан рогами, но фактически это лучи света и сияния. Он со скрижалями завета в руках спускается, увенчанным этим сиянием, которое напоминает рога животного. Таким образом, Моисей как будто занимает место этого золотого теленка. Богу нужен представитель среди народа, нужен пророк, верный служитель, народу нужен посредник. И каким-то образом сам Моисей становится этим посредником. Вместо золотого теленка приходит Моисей, который несет на себе отблески божественной силы и божественного сияния, скрижалей завета. И рога здесь тоже символ этого достоинства и власти. На портале экзогет.ру с вами был Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Протерей Дмитрий Сезоненко